здравствуйте дорогие друзья я рад снова приветствовать вас в нашей студии и сегодня для того чтобы обсудить роль цифровизации и и влияние на ролевую модель учителей и педагогов я пригласил нашу студию кандидата социологических наук доцента кафедры общей этнической социологии шамсудинову ильсию ильдусовна ильсия ильдусовна рад вас приветствовать ильсия ильдусовна шамсудинова родилась в казани окончила факультет журналистики и социологии казанского государственного университета кандидат социологических наук тема диссертации статус и роль преподавателя института высшего образования условиях цифровизации выпускающий редактор журнала казанский социально-гуманитарный вестник я предлагаю нам сегодня приготовить овощную рагу с курицей и на потом небольшой десерт да творожный вкусный приятный давайте начнем давайте я возьму лук а вы берете курицу ильдусовна мы узнали наша команда что вы в этом году стали женщиной года казанского федерального университета расскажите пожалуйста что это за такой конкурс получается это ежегодный конкурс среди женщин работающих в университете до организует этот конкурс лига женщин куфу а я стал победителем в номинации женщину года профессионал своего дела я вообще вот всем говорю когда меня спрашивают где я работаю я никогда не говорю что это только преподаватель да потому что я работаю в университете помимо преподавательской должности доцента да я еще являюсь выпускающим редактором научного журнала казанский социальный гуманитарный вестник который входит в перечень ваг здорово вы еще работаете же в лаборатории социологических следов ну да это как раз таки с этим связано да также мы проводим различного рода социологические опросы по поручению ректора университета либо еще какие-то исследования которые приходят нам например из высшей школы экономики на поэтому я являюсь еще и практикующим социологом затем у нас очень часто проводят различные олимпиады и конференции да и одна из таких широко известных конференций это конференция имени лобачевского среди школьников где приезжают дети школьники с различных регионов российской федерации и соответственно представляют свои научные труды свои достижения и я уже на протяжении по моему семи или восьми лет являюсь как раз таки координатором председателем комиссии нашей секции социально-политических наук вот поэтому сфера деятельности моя она такая очень даже обширная да ильсея льдусовна как вы пришли к теме цифровизации и ее влияние скорее даже не к теме цифровизации а к изменению к трансформации роли преподавателя в вузе то есть у вас вообще очень локальное исследование да у меня есть кейс казанского федерального университета и соответственно все исследования которые я проводила они были на кейсе казанского федерального университета и после уже проведенных мной исследований сделанных выводов я защитил диссертацию ровно год назад по как раз таки теме до новых ролей преподавателя вуза и как раз таки самым главным фактором который поменял вот эту ролевую модель явилась цифровизацию мы подготовили наши замечательные ингредиенты для того чтобы начать жарку давайте приступать как вам будет подручнее или мне давайте открывать я заложу хорошо немножко масло инсельдус она как вот вы определите цифровизацию что это такое это какой-то процесс это комплекс изменений что вообще такое цифровизация цифровизация ну я думаю это трансформация вообще все жизни человека переход в цифру да то есть что-то виртуальное что-то дистанционное возможно онлайн да то есть это новые возможности которые у нас пришли благодаря тому что появился интернет и мы получаем новые возможности для того чтобы вообще жить существовать проводить занятия заниматься повседневными делами то есть цифровизация она проникла уже во все сферы нашей жизни в том числе в сферу образования вот тут самый наверное главный вопрос новые возможности вы сказали но с этим наверное новые проблемы да безусловно а вот если сравнивать преподавателя который был там 30 50 лет назад да у него были определенные задачи да и вернее даже функции которые он выполнял исходя из обязанностей да то есть основная задача у него стояла провести занятия да и функция заключалась том роль выполнял он вернее лектора да то есть человека который передает свои знания да и плюс еще он выполнял роль ученого человека который делал открытия до писал статьи научно учебники пособия ну и в принципе на этом основные функции преподавателя заканчивались сейчас же мы видим расширение обязанностей все что делает преподаватель это огромный труд да то есть помимо того что он должен быть лектором до выполнять роль лектора разработчика там курсов различных до по своим дисциплинам он также еще должен уметь пользоваться техникой устанавливать включать проекторы до элементарно находить какие-то фильмы видеоролики для того чтобы демонстрировать это студентам то есть вот она цифровизация вообще конечно там очень много компонентов и исходя из вот этих трансформаций да мы получаем новую ролевую модель она как раз таки исходит из функции из обязанностей новых которые выполняет преподаватель все наше мясо уже потихонечку подходит до самое время добавить лук я думаю спасибо большое тельсия эльдусовна как вам кажется вот цифровизация насколько уже вошла в нашу жизнь в преподавательскую то есть это процесс необратимый я думаю да все таки уже вошла но еще коснулась не всех подтверждение тому исследование которое проводилось изучала документацию все законы постановления которые у нас связаны с цифровизацией государственные законы министерские законы и внутренние да регламенты уставы которые регулируют как раз таки вот процессы цифровизации внедрения в образовательный процесс именно на кейсе федерального вуза соответственно так овощи порежем да предлагаю приступать и соответственно я проводила исследование изучала документы и соответственно в результате было выявлено что никто не может обязать преподавателя пользоваться этой цифровизации то есть он сами праве решать использовать ли ему проекторы презентации общаться ли через мессенджеры это же тоже цифровизация до через мессенджеры со своими студентами создавать ли электронные курсы да то есть все вся цифровизация ее внедрение наносит лишь рекомендательный характер соответственно здесь никто не может преподавателю указывать до пользоваться или нет то есть он может проводить занятия в старом формате может использованием различного рода презентации или видеороликов да или даже с просьбой студентов до пользоваться телефонами для того чтобы проходить какие-то тесты да то есть это уже на усмотрение преподавателя другой вопрос потребностях студентов чего они хотят да и сейчас мы живем в такое время когда действительно уже так скажем студенты диктует нам в какой-то степени на их желание их потребности нежели это было раньше 50 лет назад когда и слова боялись сказать преподавателю соответственно сейчас уже преподаватель старается сделать свой предмет да и свое занятие таким очень богатым интересным разнообразным и этому конечно помогает сфоризация безусловно да выстраивать коммуникации правильно со своими студентами и так далее это же вместе с темы вопроса конкурентноспособности педагога насколько старые методы могут завлечь студентов безусловно тут еще такой момент что сейчас лидерами мнений являются не преподаватели различные блогеры на то есть опять цифровизация вмешивается в процесс образования и бывают ситуации когда студенты спорят с преподавателем и говорят что а вот блогер там какой-то популярно известный да сказал так то или например в интернете совсем по-другому написано и соответственно наша задача преподаватели сейчас донести до студентов такое что необходимо фильтровать вообще всю информацию которая есть в интернете что не все правда что не все не всему можно верить что нужно перепроверять информацию поэтому это тоже является такие такого рода сложностью риском эльсия льдусовна как вам кажется вот в таком случае может ли цифровизация заместить в определенный момент педагога ну я все про пресловутую робототехнику да и искусственный интеллект насколько вот мы уже близки к этому такие риски есть знаете очень много разных мнений и исследований тоже по этому поводу проводятся но вот вы знаете даже я студентам своим рассказываю о том что есть такой пример из мультфильма босс молокосос 2 по моему вторая часть где учитель реально голограмма да и ученики сидят в классе и голограмма ведет занятие но что я хочу сказать что после пандемии можно утверждать даже что все-таки студентам нужен живой преподаватель да и вы тоже проводили исследование после дистанционного образования вот этот период до к видной когда все сидели дома и все занятия проходили дома студенты говорят о том что им нужен живой преподаватель вот мы с вами уже сказали что ролевая модель преподавателя вуза она меняется на своих цифровизации и как бы мы расставили акцент меняется в лучшую сторону или в худшую или это не лучший критерий для оценки вы знаете здесь как здесь еще со статусом преподавателя в обществе можно до сравнивать если сложно вернее здесь нельзя говорить о повышении или понижении статуса это идет трансформация в что-то новое да и если раньше преподаватель был один имел высокий статус именно в обществе да то сейчас как раз таки из-за конкурент из-за конкурентности да с другими какими-то цифровыми решениями мы сталкиваемся вот опять таки сложностями каковы же результаты вашего исследования вот как раз таки результаты показали о том что появилось огромное количество новых ролей которые выполняет преподаватель помимо роли лектора роли ученого до появляются такие роли как модератора да то есть человека который создает электронные курсы да и соответственно помогает студентам в них ориентироваться а сейчас немаловажной функции является воспитательная кстати об этом тоже очень важно сказать потому что все-таки сейчас увеличилось количество иногородних студентов иностранных студентов которые уже уехали до из дома и нет некого контроля со стороны родителей и приходится преподавателю быть еще в роли такого родителя до который особенно на первом курсе когда происходит процесс адаптации поддерживать да как морально как физически иногда до студентов подбадривать для того чтобы вот им легче вливаться в процесс обучения да поэтому сейчас институт кураторства университете очень тоже развивается и преподавателя проходят курсы повышения квалификации даже до по этому направлению чтобы этим заниматься мы все подготовили осталось это поперчить посолить заложить давайте я двинусь в сторону плиты да начнем с картошки сейчас тут уже кипит жизнь какая-то да 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 ильсия льдусовна чем вы питались во время студенчества какое-то любимое блюдо было я не помню я зажила с родителями поэтому особо не было такой общажный так скажем студенческой жизни поэтому все что готовили родители я сама как обычно ничего такого особенного вам повезло в этом отношении да не было необходимости думать да я училась в том же городе в котором родилась здорово да можно пожалуйста марку как вам кажется вот эти процессы цифровизации развивающиеся в вузовском образовании что-то похожее мы можем проследить других специальностях или в принципе это что-то особенное уникальное он нет мне кажется любой специальности да сейчас информатизация даже ну любая профессия возможно дистанционный формат перейдет перейти да то есть мы можем единственное там операции сложно делать дистанционно но в любом случае сейчас это все многое что делает роботы тоже пандемии к вид 19 показала нам что все таки мы можем дистанционно работать удаленно и других профессиях даже профессии продавца допустим кассира в магазине как мы видим сейчас уже тоже на кассы самообслуживание до заменяется поэтому мы это видим во многих направлениях не только сфере образования что она проникает во все сферы жизни сферы образования просто самая живая до самой для нас наверное да вообще у меня идея да вот заниматься исследованиями в этой области и как раз таки выявлением того чем же должен заниматься преподаватель да что входит в него обязанности пришло как раз через включенность меня в этот процесс так потому что я начала задумываться об этом а вообще на самом деле какие роли выполняет преподаватель что он должен делать что не должен что входит в обязанности что они входят вот поэтому мне это самой стало очень интересно и даже помимо того что я использовал разные методы да для изучения соответственно а я сама была включена в этот процесс и через само наблюдение я анализировала на происходящее мы поставили наши замечательные овощную рагу томится на 40 минут и сейчас будем продолжать овощную рагу с куриной грудкой куриную грудку нарезали на средние кусочки лук мелко нашинковали и обжарили все в глубокой кастрюле на растительном масле через некоторое время приправили солью и перцем картофель морковь помидор и баклажан нарезали в произвольной форме сверху на обжаренную грудку выложили слоями подготовленные овощи накрыли крышкой и томили 40 минут мы переходим к приготовлению десерта здесь у нас среди ингредиентов лаваш яйцо сахарная пудра и изюм как мы уже назовем давайте снежинка давайте такое все беленькая воздушная такое интересное для начала нам нужно все это замешать все это высыпать эльсия льдустрина давайте подробнее поговорим о тех ролях которые появляются у педагогов после цифровизации ну вот как раз таки по результатам моих исследований которые проводил на протяжении двух лет я выявила 10 ролей преподавателя вуза если раньше их было всего 4 то теперь 10 и как раз таки новые роли они связаны с непосредственно с цифровизацией с внедрением до цифровизации в сферу образования и такой вывод сделан что преподаватель он превращается в тюкла да потому что все-таки преподаватель несет себе определенный функционал само понятие преподавателя до тьютер это что-то больше более такое обслуживающий персонал я бы сопровождаю зала до помощник то есть сейчас основная задача преподавателей помочь студентам получить знания для этого в общем то и не нужно обладать хорошими предметными знания нужно знать где их найти это тоже безусловно да то есть правильно научить студентов сфокусировать внимание их на нужно соответственно преподаватель превращается в некого помощника на давайте ложечкой да будем который просто помогает получить знания и делится своим опытом да и сейчас даже уже лекции не в том формате проходят которые были раньше теории никому уже не интересно да как правило потому что все теории они могут прочитать самостоятельно студентам интересно что преподаватель делился опытом да именно на примерах рассказывал на каких-то конкретно проведенных исследованиях социологических да допустим если это студенты социологи или они ну изучают дисциплину социологию вот поэтому и говорить о том что преподаватель не должен обладать со знаниями такими глубокими глубокими тоже неверно да потому что только опытный преподаватель который много сделал много что изучил да он действительно может дать студентам свой багаж знаний свой опыт передать да и это действительно является ценным я всегда студентам говорю о том что вы приходите да не за диплом вы приходите за знаниями да и преподаватели как раз таки те люди которые являются проводниками в принципе мы констатируем что меньшей нагрузки у преподавателя не станут только больше конечно да то есть это постоянные ежегодные отчеты о созданных цифровых образовательных ресурсах это не является обязательным но мы ежегодно вернее ежегодно подписываем эффективный контракт где с руководителем обговариваем вот этот момент сколько цифровых образовательных ресурсов преподаватель должен за год или там за два за три создать на самом деле это очень трудоемкая работа и уходит много времени плюс еще такой момент у нас общение со студентами перешло в цифровой формат на то есть студенты пишут во всем мессенджеры там почтовые сервисы да вот и соответственно они уже привыкли к тому что они ждут ответа да конечно большой плюс цифровизации что мы можем решить проблему моментально до ответ получить на любой вопрос моментально территориальные границы стираю да дистанционные вот эти форматы это огромный плюс да ну тоже вот частью исследования было у меня как раз таки выяснение насколько вот эти коммуникативные связи между студентом и преподавателем допустимы ну мы с вами уже завернули наш маленький такой рулетик своеобразный сейчас мы его порежем на несколько частей и отправим в духовку буквально на 5-7 и какие же все-таки выводы из этого исследования как считают студенты и преподаватели вообще вот эти границы коммуникативные выстраивают сами преподаватели то есть это нужно изначально до сказать о том что как удобно преподавателю общаться со студентом то есть изначально когда он начинает вести дисциплину он должен сказать да если вы хотите там прислать мне курсовую работу на проверку на присылайте мне через почту допустим да или можно по ватсапу пишите мне в это время или не пишите мне в это время да потому что здесь настолько индивидуально это уже личные особенности каждого преподавателя который сам выстраивает да вот эти возможности или наоборот ограничения да тут главное четко студентам дать понять что вот не нужно мне писать в это время или не нужно мне сюда писать личные границы да то есть расставлять личные границы это нужно хорошо давайте мы противень поближе подвинем расставляем не плашмя стоя вот такие замечательные рулетики мини рулетики у нас получились напоминаю рулетик под названием снежинка мы отправляем их в духовку на 10 минут и потом уже будем переходить к дегустации рулетики снежинка для начинки в миске смешали творог изюм яйцо и сахарную пудру на весте лаваша распределили подготовленную начинку лаваш начинка свернули в плотные рулеты и острым ножом разрезали на кусочки шириной 3-4 сантиметра подготовленные рулетики выложили на противень выпекали в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут ну прежде чем перейти к дегустации у нас уже все готово разложено елисей альдусовна как вам кажется востребована профессия социолога сейчас думаю да профессия социолога все больше и больше популярность приобретает в связи с пониманием необходимости да это профессии и а тех исследований которые проводятся с помощью социологических методов на потому что все таки прежде чем принимать какие-то решения необходимо провести анализ до выяснить мнение людей как они относятся каким-то изменениям которые планируются до производиться соответственно здесь нужно соотнести все риски плюсы и минусы да только потом можно вносить какие-то изменения в какие-то процессы в жизни общества да для того чтобы повысить уровень удовлетворенности населением или вообще отдельных каких-то групп у нас это очень востребовано это не только социологами да мы также и аналитиками у нас выпускники работают ну можно сказать что за каждым мудрым решением стоят социологи и огромное количество проделанной работы хорошо предлагаю приходить дегустации попробуем думаю очень даже вкусно очень яркая получилась масса раму да ну и укроп придал не только такой изысканности да ну и такого вкуса быстро и вкусно самое студенческая еда можно сказать давайте попробуем десерт очень легкий получился и быстрый да очень удобно чем просто кушать творог и полезный и вкусный тоже ну что можно сказать что у нас с вами беседа состоялась и вкусная еда приготовилась как-то сама собой так мы даже не заметили спасибо большое что пришли к нам в студию сегодня спасибо большое уважаемые зрители что смотрите до скорых встреч а мы и дальше будем приглашать нашу студию специалистов самых разных областях социологов философов историков востоковедов лингвистов для того чтобы обсуждать с ними самые разные аспекты научного знания до скорых встреч до свидания и